Продолжение следует... Они вот развиваются как-то во времени, как-то там связывают всю целую природу, в некое единство. И вот существует порядок свободы, тот порядок, с помощью которого мы вмешиваемся в этот мир. Мы в этот мир вносим некоторые наши причины, причины, связанные с нашей волей. И проблема состоит в том, как возможно согласование мира свободы и мира природы. То есть как возможно такая вещь, как возникновение новой причины внутри вот этого связанного мира. Потому что мир сам по себе есть некая цельность. И на самом деле проблематично, как мне кажется, в эту цельность вторгаться. То есть как возможно разорвать причины следственной связи и выступить в этих причинно-следственных связей о последующей причине. Или более того, о последующей причине, может быть, мы и можем вступить, потому что мы сами плоть от плоти, от природы. Но как мы можем выступить в некой первоначальной причине? Почему нужна вот некая первоначальная причина? Та причина, которая не имеет уже за собой никакой другой причины, кроме нашей воли. Потому что только такая воля может считаться свободной. То есть только такая необусловленная воля, воля, для которой нет никакой предварительной причины или основания, которая начинает это движение. Да, вот если так рассматривать, как мы говорим о цепочках, в этих цепочках есть начало. Вот воля, которая является началом такой цепочки, можно назвать свободной. Или вы считаете, что можно волю, которая сцеплена в мире причин, назвать свободой? Мне кажется, что это невозможно, потому что если мы обусловлены, то мы являемся только следствием, некоторой другой причиной, которая нас толкает. На самом деле, вообще надо говорить даже не об одной причине, а как бы о связке причин. И мы такую связку причин наблюдаем, например, в психологии, когда речь идет о бессознательном. То есть мы, может быть, не можем знать в полноте, в чем состоит эта связка причин, которые нас обуславливают, но эти причины, по крайней мере, есть. Эти причины зафиксированы самим употреблением такой вещи, как бессознательное. Бессознательное, оно как-то нас детерминирует, и мы действуем в соответствии с этой детерминацией. И тем самым оказываемся несвободны. Для этики важно обосновать свободу, потому что если не будет свободы, не будет соответственности. И более того, как бы, что этика будет вообще, как бы, еще чем-то бессмысленной. Потому что если есть детерминация, то требует от воли, да, от человека действовать в соответствии с какими-то принципами, действовать с какими-то правилами, или вообще соответствовать чему-либо, да, некому эталону, там, неважно, как он выражен, даже, может быть, неэтический эталон. Может быть, эталон, там, эстетический, там, или эталон, там, спортивный, да, какой-то. Что все это, все эти требования оказываются неадекватными в самой ситуации, поскольку такие требования самосовершенствования, да, в сфере, там, этики, там, эстетики, там, и прочего, да, они возможны только в том случае, если у нас есть возможность собой управлять, если у нас есть возможность создавать вот эти новые цепочки причин, да, то есть если наша воля свободна. Хотя бы в чем-то свободна, да, понятно, что в чем-то мы не свободны, понятно, что в чем-то мы детерминированы, и наше поведение иногда можно объяснить какими-то мотивами, там, причинами, какими-то обусловленностями. Никто с этим не спорит. Нас просто интересует вот эта чистота воли. Возможно ли хоть один раз за всю жизнь, допустим, какой-то такой поступок, в котором проявится чистота воли. Или, скажем проще, возможно ли доказательство того, что такой поступок в принципе возможен. Можно ли как-то указать и доказать, что возможно такое движение, чистое движение воли, которое ничем не обусловлено. Нет, невозможно. Если невозможно, то тогда все наше занятие этикой оказывается тщетным. Ну нет, почему? Не тщетным, просто истина, как всегда, посередине. Подумай сам. Ведь свобода, она до определенной степени только существует. А что такое свобода? Понимаешь, свобода как раз и упирается в понятие некой автономной воли, в понятие некой суверенной воли, которая может начинать движение, создавать новую причину в этом мире. В этом мире очень много природных причин, которые как-то взаимосвязаны, иногда с друг другом сталкиваются, сливаются в целое, связаны какими-то путами, сетями и прочее. Мы постоянно это наблюдаем, то, что мы называем закономерностями, законами природы и прочее. А есть наша воля, которая, если не является активной, то она никак себя не проявляет. Она просто некая возможность, говорят. Вот мы говорим про человека, что он есть некая возможность. Тем не менее, когда она включается, эта возможность может стать некой актуальностью, и в мире возникает новая причина. Она как-то умудряется все-таки воткнуться в причину, которая существует в природе. А как возникает новая причина? Это как? Сам механизм? Понимаешь, дело не в этом. Нам сначала надо понять, возможно ли это хоть как-нибудь. Ох, я нашел. Ну, эволюционным путем. Я нашел живое доказательство, что такое точка бифоркации. Я поискал, искал, нашел. Видите, да? Разогреть. Ну, вот она. Нашел взял обычную металлическую линейку. Теперь уберу, сгибаю. Она может с одной вероятностью пройти вот сюда, согнуться в эту сторону. А может в другую сторону согнуться. Она ни в коем случае не зависит ни от каких причин. Подобного рода точка, где она может расходиться с равной вероятностью, это не обусловлено ничем, называется точка бифоркации всего лишь. Поэтому язык физики 20-21 века он как раз показывает нам, что механическое представление о причине, которая полностью определяет другую причину, не является скорее случайностью, редкостью. То есть детерминации не существует полностью? Фактически детерминации нигде не существует. Везде бифоркации, бифоркации. Идеально можно представить такую систему, что каждая точка состояния которой является точкой бифоркации. Вот такой. Вот такой листочек бумажки опять взял. Вот так гнется хочешь, вот так я его сгибаю, вот так гнется, так гнется. И причины нет никакой, да? Да. Потому что равновероятно, что она огоньется. Да, не равновероятно. Другое дело, что есть определенная вероятностная причина. Тут тоже есть какой-то закон, что она в ту и в другую сторону с вероятностью одна-вторая согнется. И это на каждом шагу. Поэтому как бы говорить на языке... А вот еще долгая линейка, Маринча говорит на языке философии 18 века, которая подобного рода система не знала. И знала только одну тотальную причину. Но этот линейка ее согнешь, конечно. Да, эта линейка гнется только в одну сторону. Нагнана, потому что... Вот так получилось. Поэтому говорить как бы очень странно. Не, ну как бы... Все-таки... Поэтому вопрос апелляции к механическому миру, кстати, единственное, к чему сейчас у меня есть претензии, это вопрос к апелляции к некому механическому миру. Как раз апеллировать к механическому миру нельзя. Ни в коем случае. Но на самом деле, это постановка вопроса даже... Это не моя, это Кант ставит? Конечно, потому что 18 век... Ой, да, 18... Да, начало 19-й умер, но тем не менее... Хорошо, а допустим, мы внесем в наше рассмотрение понятие бифуркации. Как это этически должно пониматься? Я не знаю, как это этически. Это показывает, что у тебя... Для твоих поступков, мы трем не понимаем, нет никакой причины. С другой стороны, они... То, что у тебя здесь происходит, какая-то штука, она неустойчива. У тебя иголочка стоит на остром конце, стоит и неподвижно. Никак не шевелится. Ты теперь взял, донул в нужное направление, а в нужное направление упал. То есть, твое собственное незначительное действие меняет эволюцию мира кардинальным образом. В определенном смысле. В другом смысле, это ситуация чрезвычайно устойчива. Я про что хочу сказать... То есть, именно воля сгибает... Если так в метафоре и линейке говорить, то именно воля сгибает линейку в ту или иную сторону. А дальше действуют причины уже, причинные ряды. Да, но вполне возможно, что ты придумаешь такую систему, что каждая точка которой будет точкой бифуркации. Значит, в каждой точке можно применить волю, чтобы сплодить в линейку. Может, можно применить какую-то волю. Но я хочу сказать, что вот этот механический экскурс показывает. Он показывает только одно, что философия должна двигаться в собственном кругу и не апеллировать ни в коем случае к физике. Потому что физика тоже меняется. Ведь для Канта это была проблема. Для него они жили в механическом мире, в мире механических машин. Понимаешь, почему мы апеллируем к физике? Потому что речь идет о переменении воли. Речь идет о реализации воли. Если бы мы говорили просто об этике, а не как о некой формальной системе. Может быть, физика не нужна. Речь идет, что у паровой машины, грубо говоря, нет свободы. И мы говорим, ах, как возможна свобода в этом мире. Свобода возможна. Посему как некий феномен. Ты должен говорить о неком феномене, который дан изначально. И не апеллировать к паровозу. Как я апеллирую к линейке. Ни линейка, ни паровоз не являются ли тебя некой посылкой. Это не со, с чем можно спорить. Это Канг мог спорить с паровозом. Потому что у него кроме паровоза ничего не было. Для нас нет никакой проблемы, чтобы... Паровоза, конечно, и не было во время, как мы понимаем. Нет никакой проблемы, чтобы объяснять свободу как некое внутреннее. Как некая свобода мышления или свободу сознания. В этом проблемы нет. А вот когда речь переходит к реализации этой внутренней свободы, когда речь идет о реализации конкретной нашей свободы, в конкретном мире природном. Только тогда возникает вот это противоречие. То есть, когда воля пытается стать активно, пытается реализовать, тогда возникает... Опыт показывает, что нету мира несвободы. Нет механического мира, который несвободен. То есть, это представление, когда ты подходишь со своей свободной волей к миру, и считаешь, что он тебе будет сопротивляться в качестве паровой машины, или что-нибудь, или велосипеда, или слюнового бачка в унитазе, это не так. Хорошо. Нет, может быть, феноменологически это не так. А как происходит так? Как наша свобода вторгается в реальность? Я не знаю, как она вторгается. Почему? И это не очень важно. Потому что нету реальности такой, которая противостоит этой свободной воле. Вот нету, и всё. То есть, она иллюзия, что ли? Да, это механическая иллюзия. Люди научились собирать паровоз, львный бачок в унитазе, что-то там ещё несложную технику, и распространили это представление на мир. И потом с этим представлением о мире решили, что это и есть мир, и начали с ним бороться. Как и мы сейчас, если обратить внимание, какое компьютер оказало представление о компьютере, как о некой другой машине, представляло воздействие на весь социум. У нас компьютер уже практически стал моделью человеческого разума. Но это да. Это что совершенно не так. Вот тот же Сёрл, который так не любит, Балдачёв, это постоянно апеллирует, что ни в коем случае это не информационная, никакая не вышелительная машина, а мы работаем совершенно иначе. Совершенно иначе работаем. Вот. Это ситуация. Она, современников Канта, паровая машина, тогда не паровоз, а просто паровая машина, произвела неизгладимое впечатление. И вот они и думали, как же само было до воли возможно, когда весь мир построен из паровых машин. Декабр говорил о машине человеческого тела. А животные для него были некие пушистые, милые, очаровательные, но тоже механизмы. И всего лишь. Действующие только инстинктами. Вот. Мы с этим справиться не можем. Быть может, даже наоборот, представление о человеческой воле и представление о свободе, может быть, Натажу поможет в чем-то справиться и с нынешней проблематикой физики. Кто знает. Ну, Игорь, у тебя же красиво получается. Получается же, что вообще свобода дана не только человеку, а вообще всему сущему. Да, да, да. Конечно, да. За исключением очень узкого коллаголого-систем, которых мы называем интеллированной механики. Это нам нужно, мы можем говорить только о степени свободы, что из всех субъектов сущего, человек, как наиболее совершенный субъект, из которых мы знаем, обладает наибольшей свободой. То есть и нашу ответственность надо распространять в миру нашей свободы, да? На нас. То есть мы ответственны за свои поступки в меру того, насколько свободны. Ну, я не знаю. А как это определить? Меру свободы? Я не рассказывал об ответственности чушь, признаться. При чем здесь ответственность? Ну, мы же об этике говорим. Но если обратная сторона свободы, в этике, это ответственность. Ну и что? Ну, мы ведем себя так, что мы свободное существо. И не стоит задумываться, что мир не так. Мир лишен свободы только в классе очень узкого группы физических влияний. Динамики и развитие так называемых интегрируемых систем. Что такое интегрируемая система? Это когда у тебя число степеней свободы совпадает с количеством интегралов движения. Ну, почему две частицы, одна движется вокруг другой? Да потому что у тебя количество степеней свободы, например, угол, на который ты вращаешься, и расстояние между ними, между двумя частицами, соответствует количеству интегралов движения. То есть моменту импульса и энергии общей системы. А импульс в этой системе и сохраняется. Поскольку их одинаковое количество, то, соответственно, эту систему мы можем предсказать движение с громадной точностью. Ну, это исключение, редчайшее. Три частицы уже не так, совсем. Ну, опять же, можем на них посмотреть, да и механизм вращения планет вокруг Солнца настолько точен, как часы. Это да, это да. Как это объяснять? Это я никак не объясняю. Скорее, все объясняется именно детерминизмом, нету никакой... Это да, но с другой стороны, мы можем посмотреть и на мелкие вещества, на стероиды, на кометы, и они, и можем их только предварительно так приблизительно предсказывать, как они двигаются. Они-то двигаются почти как хотят. А почему-то планеты, я об этом неоднократно говорил, а почему-то планеты, несмотря на то, что существует задача много тела, держатся как часы. Хотя, с точки зрения современной физики, это невозможно. А кометы там путешествуют между ними, как хотят, по произволенным траекториям. Мы комету Галлея, ту самую несчастную, можем оценивать только случайно, как она ходит. Никогда не знаем, где она появится, в южном или северном полушарии. Не, ну может какой-то глобальный закон и для нее есть, мы просто не можем его увидеть. Да, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Скорее всего, вот именно она как-то в этом симфонии, планеты двигаются согласно какой-то своей симфонии, какой-то пространной гармонии или чего-либо еще. А кометы просто гости в этом, в этой симфонии. Не, ну просто сам факт, что, я не знаю, утверждается, что якобы были какие-то катаклизмы, но все равно удивительно, да, все-таки, что нет никаких несбоев, да, ничего такого нет. Это удивительно. Так это вот этим ребятам, которые в 18 веке ранее писали свои труды по философии, это и подкузмило, да, это и загладило всю картину. Они-то считали, что существует паровоз и незыблемый мировой порядок, заключаемый в постоянном движении планет. Все время собезнования. Поэтому для них вопрос на фоне вот этого незыблемого мирового порядка, движения этих планет, звезд и всего прочего. Подожди, подожди. Свобода же свобода, но, как говорится, лампочки горят, компьютеры работают. Закон-то соблюдается. Да, 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 но закон, ну, понимаешь, ну, как раз детерминизм такой причины и закономерность движения, это не одно и то же. Это может быть локально, есть какие-то цепочки, а глобально их нет, понимаешь, нет глобального детерминизма. Эта линейка, она может, с равной вероятностью, никогда не могу сказать, в какую сторону она прогнется в этот раз, но с разной вероятностью, с разной вероятностью, с разной вероятностью, можно сказать, что это будет одна вторая, одна вторая. Ну, или монету подбрасывать. Или монету, или вот что-либо еще. Как там, в какой, в каком созвездии в один день находится Юпитер? Про этот вот, как ты говоришь, называть, когда я не пригнется. Бифуркация. Бифуркация. Про эту бифуркацию знали еще древние, потому что практически все древние народы на заре своей, ты сам, пользовались жеребием, так называют. И жереби рассматривался как Божий этот сам. Так вот именно он рассматривался как Божий. Если бы он рассматривался как просто случайность, это было бы в моем смысле. А они думали, что это глаз Божьего, что ничего не происходит случайно, а происходит по воле Божьей. Да, если нет причины, которые они могут ясно увидеть, они эту причину связывали с Богом. То есть там, где не видна причина, там причина Бога. Это с одной стороны. А с другой стороны, в любой причине и последней причиной является Бог. Ведь к астрологии можно относиться по-разному, но очень важно понимать, что если у нас... Я бы не стал древних с такими упрощенными делать. Все-таки это атеистическое такое понимание религии, что там все, что не можно объяснить, приписываемому Богу. А на самом деле религиозное толкование несколько другое, что все, что случайно, что случай, собственно, является языком Бога, а жеребием как действительно вот это подбирались. Так они понимали, что все детерминировано, только просто для нас не все известно. Ну, кажется, мы не знаем, а на самом деле сидит Бог там и... Это же стойки, как бы, они же и об этом говорили. Играют в кости. Да, все как бы движется по неким разумным законам. Только мы их, эти разумные законы, не все знаем. Ну да, на институте на квантовой механике. Бог не играет в кости. Или да, вот так можно сказать. А фиг, играет. А я еще хочу сказать, играет. Кстати, у Гераклита, причем как раз Бог играет. Бог у него детей играющих. Ну, вот не в этом смысле, я думаю. Нет, у него уже как бы одно и то же движение вверх, движение вниз и так далее. У него везде там противоположности и прочее. Ну, можно, можно привести, надо подумать, можно ли здесь... А гармония, это гармония там... Лука и стрелы. Да, лука и стрелы и прочее. Вот, а нет, вот это вопрос такой интересный. Ну, это вопрос, если вы испытатели, как некие философские концепты, которые, скажем так, забразневели уже, все в бронзе стоят, бронзе, отлиты, даже хочется сказать, в граните, да, отлиты в граните, можно сказать, целиком. Как они соответствуют современным научным представлениям той или иной эпохи? На самом деле, если вдуматься, почему мы задались таким вопросом, то одним из них является несостоятельность христианства. Вот христианство существует 2000 лет, и тем не менее оно не может похвастаться тем, что христианские идеалы воплощены в делах людей. Потому что, ну, какие-то отдельные святые, конечно, были. Да это понятно, но я просто... Были какие-то подвижения отдельные. Что такое христианские идеалы? Я не очень понимаю, просто разные эпохи тоже понимали по-разному. Разные эпохи понимали по-разному, но в некотором отношении именно важно понять, почему... Не обязательно ведь христианские, мусульманские идеалы, любые идеалы человеческие, почему они вдруг при их реализации разникают проблемы принципиально. Потому что это идеалы, это идеально. Я не знаю, может идеалы какие-то не те, а может быть... Здесь можно, конечно, рассуждать о том, что идеалы слишком идеальные, и поэтому не могут быть воплощены. Они меняются. А можно говорить о том, что техника наша точно так же была первоначально в умах изобретателей некими идеальными моделями, а потом они воплотились. Почему невозможно так же, может быть, этику рассматривать? Может быть, попытаться и этику привести к жизни, к некому роду тех... Правильно, но было же громадное количество идей машин, которые не воплотились в жизнь. Почему? Потому что это было невозможно. И было, и есть, и было, и есть очень много этических учений, которые не могут быть воплощены в жизнь. Да, потому что это невозможно. Потому что это невозможно, да. Так, может быть, надо так скорректировать эти этические учения, чтобы они были возможны. Возможно было их осуществлять. Быть можно. Но я же помню очень простые христианские учения. Например, не мыться никогда всю свою жизнь. Не мыться, а кунать только в воде, ты трех пальцев, которыми, или два, которыми крестишься. Ну, чего, нормальное этическое учение всегда можно... Но это не этическое учение. Не этическое, а чему? Она же дает некому человеку образец ей для подражания. Ты не не моешься всю жизнь, а кунаешь только пальцы, которыми крестишься, там, два или три, чем она крестишься. Ну, я понимаю, что как бы поиздеваться так же и в этом отношении можно. Ты же понимаешь прекрасно, что он лечит что-то в другом там. Допустим, если мы говорим о этическом учении в виде закона, то можно говорить о, допустим, о десяти заповедях. Если мы говорим о неком более высоком уровне учения, о совершенстве, то мы говорим о Нагорной проповеди. Там же не идет речь ни о том, что не надо ныться. И вообще, это как бы никакого рода счастье. Вы же сами мне объясняли, что... Десять заповедей в каком количестве Евангелий из четырех содержится? В двух? Десять заповедей? Или во всех? Десять заповедей в Ветхом Завете. В Ветхом Завете. А, в Ветхом Завете. Отлично. А Нагорной проповеди в одном из Евангелий, вы мне же сами объясняли, целиком содержится, а в одном кое-как сказано, а в другом других ее нет. Не, ну просто сейчас я не хотел бы обклоняться, да, потому что сейчас будем тебе объяснять, чем состоит, как бы, различие Ветхого и Нового Завета. Нет, ну не про Ветхи, это я говорю, вот, например, про Нагорную проповедь. Поэтому, как бы, трудно сказать, что Нагорная проповедь является некоторым категорическим императивом, который нужно соблюдать. Вот, он и не является категорическим императивом. Категорический императив – это формальное правило, формальное законное. Как раз здесь и заповеди, скорее, являются категорическим. Хорошо, тогда он является чем-то таким, что является этическим учением. Кто знает, может, они не являются этическим учением. Нет, просто христианство претендует на то, что добро в нем конкретно, да, и поступать следует из любви. То есть, на самом деле, из конкретности того человека, которого ты любишь, да, и которому ты хочешь сделать добро. Разница большая поступать из некого принципа, допустим, Ну, я понимаю, да, есть законническая точка зрения, когда ты соблюдаешь это, закон, то есть правило, а есть когда ты соблюдаешь это из любви. Да, когда ты рассматриваешь конкретные ситуации, когда ты входишь в конкретное понимание того, какой человек перед тобой, во все конкретности входишь, что для него будет благом, что для него будет пользой и прочее, прочее. И действуешь, исходя из этого своего знания, и корректируешь свое поведение в зависимости от результатов, для того, чтобы добиться именно добра в своем результате, в своей реализации. То есть это совсем другая этика. Это этика, которая требует, быть может, иногда даже какой-то закон нарушения. Да, это понятно. Да, она незаконна. Она понимает, что у тебя есть какое-то непосредственное знание, которое позволяет тебе, ты сердцем можешь почувствовать то, что этому человеку в этот момент необходимо. Не, ну, ты просто говоришь то, что как мы в жизни себя и ведем. Ведь на самом деле в жизни мы так с другими людьми и общаемся. Да. Мы пытаемся понять конкретность ситуации. Да, и ты понимаешь, пытаешься... Мы же не абстрактно с другими человеком общаемся. Да. И ты пытаешься в это дело говорить, что тебе сердце подскажет в этот момент. Дело нет. Не надо говорить о случайности, что сердце подскажет. Ты как бы знаешь некого человека, и ты действуешь исходя из этой полноты знаний. Это знание не обязательно абстрактное. Это не знание какое-то посудочное. Это знание может быть интуитивное, частично, и какое-то прочувствованное знание. Это знание во всей совокупности, во всей полноте. Ты относишься к человеку как полнота, и он полнота. Да кроме лозунга-то здесь, что за этим скрывается? Какой конкретный пример? За этим скрывается желание осуществлять реальное добро. Реальное добро в мире. Не добро, а абстрактное. Например, под лозунгом «не убей» я могу на самом деле на деле приносить вред. То есть будут убивать детей, будут нападут на мою родину, а я буду в старании стоять. Я не буду в этом принимать участие. Может быть, зло я не совершу, но, по крайней мере, вред своей стороне, своим близким. Я не принесу, что это так. А вот чтобы приносить это реальное добро, то есть своими действиями осуществлять реальную пользу. Почему мы и говорим о реализации дела? Речь идет о том, как совершать добро на деле, в практике. Не просто абстрактно, в неком роду учении. Потому что, если добро существовать некого рода учения, это лицемирие. Мы знаем, как надо поступать, а поступаем на деле наше. Подожди, ты хочешь сказать, когда просто надо то, что ты считаешь в данный момент добро, то и совершать. Ну, речь ведь не идет о произволе. Это же не так получается, что хочу вскать всю, хочу не вскать всю. Просто это означает, что не надо совершать злые деяния бескорыстно. Ну, не совершайте злые деяния бескорыстно. Не надо говорить людям бескорыстно, например, это означает. Ну, неправильно. Надо пытаться совершить добро. А то, что тебе сердце подскажет, то оно и будет. Сердце подсказывало, что надо попов и помещиков, скажем, всех истребить. А вот ты их истребляй. Понимаешь, сердце одному подскажет одно, другому подскажет другое. Если мы не сможем согласовать, эти подскажут. Не получится так, что война всех против всех. Да, а ты можешь это согласовать только на почве закона, вот боюсь, что. Правильно, мы уже об этом обсуждали. Только почва закона позволяет нам наши различные личные убеждения соотнести. И говорить о том, что они представляются в некую общую, всеобщий закон. Мы говорим о том, что закон становится всеобщим, если закон для каждого отдельного индивиду. А если мы говорим о некой этике вот этого личного убеждения, да, и каждый действует, как ты говоришь, по закону, не по закону, а по велению сердца. То каждый будет действовать по-разному, как бы, люди всего-либо усталкиваются, и получится война всех против всех. Такая проблема тоже есть. Ну не всегда же. Так нет, а сказать-то всем этим хочешь от чего? Нет, на самом деле, самая главная проблема состоит в том, что возможно ли вообще осуществление добра. Оно возможно частично, допустим, в том, что мы называем экономикой. То есть в экономическом обмене уже есть... Так и так возможно, я же говорю... Оно возможно, как то, что ты придумал под названием «взаимопомощная дорога». Да, мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе. Ты что сделал, то и добро. Ну это тогда ты просто опять же стоишь на точке зрения произвола. Все, что я именую добром, оно добро. Ну это же немножко не так. У тебя же есть некая интуиция добра. Ты же понимаешь, что нельзя выбрасывать мусор соседу на балкон. Интуиция добра есть. Ну и ты ей следуешь. Это несложно. У тебя есть некая интуиция. А если ты имеешь этим вред, следуя своей интуиции? Может быть. Нельзя сказать, что у тебя будет борьба всех против всех. Для того, чтобы это понять, допустим, можно просто обратиться к примеру, конечно, уже ставших причивающего языц, но он как бы характерный. Например, отношение гомосексуалистов. Потому что с точки зрения некоторой свободной воли, человек имеет право самоопределиться, как он от того желает. Это его право. Если он не приносит вред и не совершает зла в отношении других людей. Мы говорили о том, что есть некая сфера внутренней свободы, и он внутри этой свободы может действовать как угодно. Если он согласно своей доброй воле действует, исходя из своих стремлений, встречает некого другого человека, и у них там возникает то, что называется, любовь. По идее, мы не можем никак это осуждать. Никакая этика, в принципе, не должна этого обсуждать. Но в некоторых случаях, в смысле закон, и даже закон юридически долгое время, это осуждало. Так ты о чем хочешь сказать? О законе любви или о законе закона? Нет, я хочу сказать, что... Предложение гомосистов. Мы все... Это вот я не знаю, есть такая интуиция, понимать, что людям не стоит ввести в их постель, не стоит им указывать, как они себя должны вести. Нет, я хочу сказать, что трудно будет отличить интуиции, которая представляет собой добро, да, от интуиции, которая представляет собой просто некую дань традиции. Ну, трудно и невозможно. Как мы будем... И не надо, и не надо, и не надо. Если бы у нас был некий руководящий принцип какой-нибудь, да, как правило, мы могли бы с правилом заявить... Нет, 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 у тебя либо ты сердцем выбираешь, либо ты законно выбираешь. Да, именно так. Так вот, а невозможно... И то и другое, если мстить нельзя. Но опять же, вот не хотелось бы впадать в это противоречие, как мы уже один раз от одного пытаемся уклониться. Противоречие связано с законом природы и нашей свободы. Добро это бифуркация, как бы. А теперь мы как бы попадаем в следующее, как бы, да, вот, непротиворечие, это как называется, несовместимость, да, между законом и... Ну, это же есть, есть же... И воли сердцем. Есть же известная проблема российского правосудия, что как только появляется суд присяжный, то тут же народ весь оправдывает. Ну, перетоним перед ним. Убийца, насильник, что-либо еще. Ну, как правило, оправдывает. А почему? Потому что русские люди выбирают сердцем. Видят, перед ними сидит человек, ай-яй-яй, вот такой хороший человек, который сидит перед ними. Он не мог совершить такое страшное преступление. И мы его оправдываем. Чего? Вот они выбирают сердцем. А сидит судья, а судья выбирает согласно закону. И он знает, что перед ним стоит убийца или насильник. И он за свой день... Если думаешь, система присяжных для того и придумана, чтобы совместить вот эти две вещи? Нет, я не думаю, для чего. Они просто... С одной стороны, закон, а с другой стороны... Нет, нет, нет. Проблема, она в том, что почему она работает в западном мире, и почему она не работает у нас. У нас как только не появится какой-либо это... Проблема какого-нибудь убийственного синих, сразу же суд присяжник, он берет его, смотрит часто на неопровержимые доказательства, и его оправдывает. И даже коррумпированный судья, которому можно заплатить денег, он как бы ведет себя с точки зрения справедливости или с точки зрения закона гораздо более правильно. А почему? Потому что русские люди выбирают сердце. Не знало 12 человек, из них 8-9 выбрали сердцем, как всегда. Такой хороший, приличный человек, он так раскаивается, на нем так все это сделает. Не можешь. А не получается ли, что они не сердцем выбирают, а эмоциями? Это же большая разница. А я разницы не вижу. Ну вот, опять же, мы скатываемся к тому, как понимать вот это действие, исходя из... Просто, когда сердцем ты выбираешь, ты же всегда выбираешь, скажем, кто-то знает, из своих собственных предрассудков. По поводу того, что рогов там надо убивать, предрассудок, что своих детей надо защищать. Если, допустим, случайно попадется человек, который на самом деле не виноват, но лицо у него будет какое-нибудь, ну, скажем так, водитское, да? Да. Природа ему дала такое, то он обязательно сядет. Да, и обратите внимание сейчас, вот только что два дня уже в интернете бушует когнитивный диссонанс по поводу того, что дали три года девочке, которая стреляла из романтического оружия в метро. И показывают красивую девочку, она такая очаровательная, действительно красивая блондинка, и ее так называемых жертв, которых она типа своего друга защищала. Один из них такой важненький, бедненький, еще и кавказец, и враги, и вуза. И весь интернет будет, как это, этого, она стреляла в такого, простите меня, нехорошего человека, почему дали ей три года. А там судили по закону, стреляла она, она стреляла, у одного несколько пуль в легких, есть, есть. Одного не вытащили, так мы с ней будем жить. Значит, ей дали срок. Будьте реально присяжны, потому что она красивая девочка, ей бы, если бы они могли бы, они бы этому, и враги ему бы срок дали. Потому что она и враги. Не, ну, конечно, дело справедливости, и в том числе и добра, это сложная вещь. И надо уметь отделять эмоции от настоящего, так сказать, веления сердца. А вот это я не знаю, как это делается, как ты эмоции отделяешься от настоящего веления сердца. А я полагаю, что когда ты говоришь, что выбирать над сердцем, за этим стоит по закону любви, это означает только одно, не надо... Но сердцем у тебя по страстям, я же тебе объясняю. Не надо совершать зло. Ребятское сердце отличается от сердца этого самого. В сердце участвует рассуду, участвует разум, все это участвует. Все участвует, да. Просто речь, когда мы... Не надо делать гадости бескорыстно. За этим скрывается то и только. Не надо гадости бескорыстно делать. То есть а гадости корыстно можно делать? Да, конечно. А как еще? Сердце же не обманешь, сердцу не прикажешь. Так может быть все гадости, которые делают, также являются корыстными? Потому они являются гадостью? Ну это было бы хорошо, но к сожалению, что многие гадости являются чисто бескорыстными. Опять это в духе русского национального характера. Да ладно, ну это же как бы... Может они просто являются проявлением случайности? Бескорыстие? Это же намеренное более? Нет, нет, а это гадости бескорыстные. Но когда ты испытываешь удовольствие от одной простой вещи, человеку рядом плохо. Таких же много людей. В духе русского национального характера это здорово, что Господь говорит. Все, что я... Я выбираю любое желание, тогда все, что я сделаю тебе, а твоему соседу я сделаю вдвойне. Тогда тот подумал и сказал, Господи, выколи мне один глаз. В общем, по-русски. Не знаю, просто еще раз все-таки к исходной-то позиции. Все понятно на самом деле, что есть какие-то традиции, наверное, есть какие-то там характер народа, наверное, есть там... Возможно, там есть какая-то... Нет, еще есть опыт, когда нужно выбирать сердце. Вот казалось бы, невозможно было избрать Ельцина в 1996 году, да, после всего. Тогда людям предложили, вы не выбирайте умом, не оценивайте, выбирайте, голосуйте сердцем. Голосуете или проиграешь. И народ опять сердцем проголосовал. Ну, еще раз, ты сердце, у тебя сердце и эмоции это одно и то же. Конечно. А я хочу отделить, на самом деле, то, что мы называем сердцем, да, это никак не связано с эмоцией. Ну, по крайней мере, я так хочу, что вполне возможно, что внутри каждого из нас есть некая интуиция надлежащего. Мы вспомним этот замечательный фильм 90-х годов, называется «Мама не горюй». Там большое количество людей занимаются. Бандиты крышуют, те обманывают, те в телевизионщике показывают фальшивую картинку, манипулируют сознанием. Они все как бы между собой ведут жизнь какого-то неправедного свойства, но одновременно все понимают, что они оказывают ситуации неправедности некой, ненормальности. И это происходит из того, что они придают этой своей неправедности определенного рода гротескные формы. Ну, например, человека, употребляющий кокаин, просит подержать вот эту дорожку для кокаина на бумажке, не больше, не меньше, чем городского покрова. Покрова ему держит, а он с него снюхивает. Это нормально, но это некая метафора. И в этом фильме замечательном, что оказывается, возможно. Почему я об этом заговорил? Потому что морячок там был, который выиграл Андрей Панин, который несколько дней назад скончался. Вот, я о нем его заговорил. И вот он проходит их, и все касается некой благодати. Они все живут в этой благодати, в этом понимании неправедности, Когда перед ними встречается такой человек с определенного рода правильной позицией, С правильной позицией, они как бы, что-то с ними происходит, даже не столкнувшись с самим морячком. Там вор, посвятивший себя свою жизнь собственной гадости, вдруг понимает, что ее время прошло, и уходит собирать бутылки в метро, ну и так далее, и что-либо еще. И какой-то кавказец не вяжет этого самого морячка, потому что... Ренат, Ренат его, да. Да, Ренат. И пытается бросить ее, пытается бросить свой собственный бизнес. Хотя это невозможно, безусловно. И вернуться к Катарам, к брату своего. Да, но это невозможно. Он поехал в Москву, и там был убит, безусловно. Нет, там он встретил в аэропорту брат его. Да. Брат его. Это понятно. Он по-разному на них отразился, но очень важная интуиция здесь. Изначальная посылка, типично русская, она в этом фильме задана очень замечательно, что все люди, которых касается морячок своей благодатью, они все живут в неком первоначальном сознании неправедности своей. Вот они живут. То есть помимо всякой эмоциональности, есть некое общее знание, что вот так, как они поступают, не должно. Оно проявляется в том, что они иногда пытаются этот круг разорвать, как некоторые, а другие в таком гротесном совершении действий, типа того, что забирать дорожку с кокаина из рук генерального прокурора. Ну, там балерина пытается соскочить, да, уехать в это место. Все, 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 все. Там же рассказывается некий набор. И идет по его следам идет герой Гоша Куценко, вспомните, да? Идет по его следам Гоша Куценко, и тут ему этот Ренат говорит, да я говорил с ним и стал его вязать, потому что такой правильный человек. Так что подождается, он тебя развел, стой, мать. Он тебя развел. Там говорит, а мы разводим, это мы друг друга разводим. А я с ним говорил, типа, потому что не базар держал. А ты, оказывается, хороший человек, Ренат. И самое главное, и Гоша Куценко в последний момент этот морячок тоже предъявляется. Булат, ты не смотрел, есть еще «Мама, не говорю, 2»? Смотрел. А, смотрел. Так он там после Гоши Куценко, Гоша Куценко просто в море уходит с этим же морячком. Поэтому вот как бы сегодняшним постом, своим высказыванием, этим фильмом можно почтить память Андрея Панина. У него же была безумная задача. Это морячок, как некий образ, да? Разворачивается жизнь, и его... И все о нем говорят, но никто его не видел. Все там вот это, вознепрорывное. И это была сложнейшая задача тогда. И вот с ней справился, что удивительно было. Я потому что взял нетерпением, если появится морячок, как они будут вот это, это существо, как они будут его решать. И Андрей Панин, появившись на несколько минут в кадре, он эту проблему решил. В «Марме не горюй» он появляется в начале, потом сидит в тюрьме, и появляется в самом конце. Опять-таки. Но там он уже больше играет. И вот он решил, и вот его вот сколько недель, а как не стало. Нет, ну получается, что правильная этика – это нечто, что мы как бы знаем, да? Я хочу сказать, что не обязательно к эмоциям, но что у тебя в сердце твоем и внутри самого себя есть некое знание должного и надлежащего. И ты к нему имеешь доступ, некий такой врожденный или какой-то приобретенный опыт. И ты пытаешься действовать ему. Тебе не нужно придумывать какой-то закон. Ты пытаешься действовать этому. Ты будешь часто ошибаться, часто тебя будут обманывать. Но вот это некое первоначальное знание, оно и есть. В отличие от современной России, от персонажей, героев «Мамы не горюй», которые все идут, которые все находятся в ситуации вот этой самой неправедности. И чем они отличаются от бандитов западноевропейского кино, скажем? То, что все они эту неправедность понимают, а дают у себя в этом отчет. Ну, за исключением, может быть, девочки, которую… Как ее зовут-то? Олеся с… Не длинная фамилия-то. Ну, девочки там. Которая играет. Судзиловская, да. Олеся Судзиловская. За исключением. Не, но если взять западный мир, там наоборот же. Там же как раз формализм и юридизм. Да, формализм, формализм. А здесь понятно, что по закону… У них же вершинный этикет, это категорический периодик. Да, есть же еще замечательный фильм у Никиты Михалкова, 12-й называется. И там, по-моему, кто-то рассказывает такую историю, что его друг или брат или дядя напился и захватил какую-то то ли кассу, то ли бы еще, и всех его посетителей в заложники. Что сделать по закону? Штурм, пожизненное заключение и так далее, и так далее. И тут вот этот милиционер, самый что-нибудь несчастный, какой-то там… Он понимает, что по большому счету это пьянство. Он приходит туда, с ним договаривается, с этим уже казалось брачевшим, с человеком, который уже подрезрев немножко понимает, что он совершил невозможное. С ним договаривается и просто-напросто его отпускает. Мне интересно, что мы изологически и этой аргументации перешли в какой-то эстетической аргументации. Это, быть может, эстетическое, но это опять показывает в этой самой… что в Фейме 12, что ли, где-либо еще, что тебе есть некий доступ к некому закону сердца. Который невозможно сфабулировать. Да. Тебе люди, которые говорят, говорят, что это твои всего лишь эмоции. Это твои лишь эмоции, тебя просто развели, как морячок развел… А там же он свободен в этом? Развел в этом движении сердца. Ну, безусловно, да. Он может ему следовать, а может и не следовать. И герои, мама не говорю, все ему не следуют. То есть говорим ли мы о совести? Ну, быть может, и о совести, это одно и то же. Ну, вот если мы этот феномен примем, что такой действительно феномен есть, что действительно есть некий закон любви в сердце каждого, и ситуация… И где совесть сводит к бессознательному? Это некое коллективное бессознательное? Непонятно. Ну, так вот… А я полагаю, что здесь есть некоторая… Разумность и присутствие? Не разумность. Я тебе хочу сказать, что здесь опять есть очередное лукавство. А лукавство состоит в том, что ты пытаешься объяснить некий феномен, который ты должен взять как феномен, через некоторые эффекты более низкого порядка. Это то же самое, что свободу воли пытаться ввести сквозь движения паровоза или механических частей. Так и Хеллингер. У меня есть феномен бессознательного, и он полагает, что его можно… Ну, я не думаю, что он, кстати, так выступает, что его можно целиком совести к закону совести. Тебе многократно люди будут говорить, что совесть – это коллективное бессознательное все. О-о-о, мы поаплодируем. В основном аплодируют крайние бессовестные люди. О-о-о, то-то-то-то-то-то-то-то-то-то там будет. Его можно свести к чему-то там. В детстве тебе внушали, что убивать других людей нехорошо, а хорошо делиться с друзьями своей жвачкой. Это ты сейчас… Не-не-не, он имеет в виду следующий… Это я не про Хеллингер уже. Я говорю про еще один образец объяснений. У тебя всякий раз будут пытаться твои эффекты, которые у тебя есть, вот этот яркий эффект, безусловно, будут свести к явлениям более низкого порядка. И цель его не свести, цель его потерять. То есть по моменту, когда ты пытаешься свести свободу воли к паровозу, ты потерял свободу воли. Конечно, каждый раз. В этом состоит парадокс. Да, и когда ты пытаешься свести свободу коллективному бессознательному, ты опять потерял свободу воли. Поэтому понять ее можно только философским путем, то есть исходя из нее самой, как из некоторого феномена, с которым ты должен работать. И не пытаться его редуцировать каким-то появлением более низкого характера. А все подлецы всей жизни, они так и поступают. Они пытаются объяснить, почему мол… Почему так поступают, почему иначе? Да, ну говорят, нужно подделывать результаты выборов, но нехорошо, нечестно. Они говорят, да нет, зато к власти придет помазанник Божий, президент, который нам именно нужен, именно в первом туре, например, Владимир Владимирович Путин. И они будут пытаться всегда тебе объяснить, дать причину, почему ты не должен поступать, как ты должен поступать. И у героя Гоши Куценки в «Маме не горюй», у Гоши Куценки, у героя. У него же там ситуация, она сложная, он очень. Он со стороны бандитов поддерживает мир и порядок в городе. Мир и порядок в городе. Ясно, что с точки зрения этого надо найти этого морячка, сдать его, потому что большим людям обещано, сдать его и посадить его в тюрьму, с точки зрения выгоды некоторой. И это правильно, потому что будут поделывать мир и порядок в городе. Обязательства перед большими людьми, в частности перед туристом, будут выполнены. Это хорошо, но нехорошо этого человека сажать с другой стороны. Это закон ликой совести. И вот если мы этот феномен... Я с чего с самого начала начал? С самого начала начал, да. Не получается, что христианство сведется к некоторого рода просто вот живи как по правильному, да? Как по правильному, по совести и все. Но это, между прочим, уже немало. Это, например, полностью ликвидирует всю машинерию государства, всю законическую. Это означает, что нет универсального наказательства для убийцы. А мы уверены, что для любого человека совесть будет правильно говорить? Не получится ли так, что каждый из толкового его совести будет по-разному? А ты знаешь, вроде бы, как я пытаюсь это сказать, вроде бы для каждого человека будет говорить одно и то же. Ну, в смысле, в конкретной ситуации. Да, потому что сказать, что у тебя она будет как-то говорить не так, это вот опять вводить в эту форму лукавства. И объяснять, что... Пытаться редуцировать совесть и свободу воли, редуцировать, скажем, внушением и чего-либо еще. Внушением детства или коммерциональной захваченности. Ну, вот если мы этот феномен возьмем, который в маме Игорь Уль, там, 12 очень хорошо описан, что у тебя есть некий первоначальный закон, то так и должно быть. Если мы его как феномен пытаемся удержать. Я знаю, насколько он христианский. Сейчас же есть даже такая тема, что... Хочу еще заметить, что при всем при этом учение о том, как подлежать и как надо поступать, невозможно. Ну, только мы об этом и говорим. При всем при этом. Причем, как бы, из-за того, что это учение, как надо поступать или совесть недоступна, для того, чтобы ее выразить в каких-то простых формулах. Сейчас вообще пошли... В форме закона. В форме закона. Да, пошла такая тема, что не надо никакой такой совести. Достаточно законного. Закон сформулирован, и если ты действуешь в рамках закона, все остальное как бы правильно. Да, да, да. Это замечательно. Опять же, я сегодня говорю везде не лукавство слова. О лукавстве интеллигенции, рубежа там 85-го и 93-го годов, когда она людям объясняла, что поступать по совести, по каким-то вещам не надо, что все дело в выгоде сводится, к материальной, что человек человеку враг, и люди в взаимной борьбе врагов достигнут общего прогресса. И блага. И блага. И вот этот мир... Конкуренции. Да, этот мир конкуренции, он является настоящим миром. Это порождает некоторый протест с определенным родом людей, потому что подобного рода вещь, безусловно, насилие над здравым смыслом и над личным опытом каждого человека. Над личным опытом каждого человека. Если вот так это, действительно. И вот эта интеллигенция, это дело людям и объясняла. Конец 80-х, начало 90-х. Просто тогда возникает, если, допустим, мы пытаемся с атеистических позиций поступать, а не оказывается ли, что вот эта совесть, это и есть на самом деле ничто иное, как зоу Бога? И тогда получается, что даже африизм не состоит. Но ты же не будешь настаивать на том, что это... Мы не будем настаивать на том, что совесть нам внушена воспитанием, да? Мы говорим о том, что если она есть изначальная, а не дезонимная. Подожди, это точно такая же попытка редуцировать совесть к зоу Бога, точно такая же неудачная попытка редуцировать, как редуцировать ее к воспитанию. Нет, это вверх, это вниз. И никакой разницы, что вверх, что вниз. Я не уверен, что это вверх, кстати. Вполне возможно, что вниз. Почему? Потому что Бог, это тоже некое... Если мы один феномен, непонятный в этом мире, свободу, сведем к другому феномену, непонятному в этом мире, совести, разве мы что-то объясним? Объясним, потому что мы знаем, что мы их не сведем, во-первых, до долга. Ну, как бы свяжем, да? Мы скажем. Свобода, она как-то... Своей реализацией есть по-совести. Объясним, поэтому мы будем говорить, потому что будем работать с определенного рода равнозначными и сложными феноменами. Да, вот и есть два феномена. Есть феномен свобода, который мы чувствуем, есть феномен совести, который мы знаем просто. Да, да, вот ты пытаешься эти две вещи между собой сопоставить. Почему нет? И наше утверждение состоит, что они равномочны, они не редукция. Что наша свобода, которая проявляется внутренне, там, скажем, мышление, сознание и прочее, в реализации проявляется как следование некой совести. То есть, да, это уже очень важно. Но следование не как внешнему феномену, потому что совесть это и есть наша. Ничего. То есть, ты хочешь сказать, что совесть является формой революционной приспосабленности социальной группы? Можно и так сказать. Ну, это только же редуционизм. Как я говорю, ты говоришь то же самое, что говорит Кирилл. Нет, свобода здесь не теряется в том смысле, что человек все равно действует. Да быть может, быть может. А это не важно. Ну, хорошо. Если он действует, он действует согласно своей свободе. Но при этом возникает чувство того, что его действия он не может оценить, просчитать. Возникает чувство совести. Вот и все. Да, то есть у социальных животных такая эволюционная форма эволюционного приспособления. Как и говорит Хеллингер. То есть нет чувства совести, как самостоятельного чувства независимого ни от чего нет. То есть, конечно, и нет. Можно ввести вот как понятие, да, Бог есть, Босс, Бог есть все. Как последнюю причину. Ну, а зачем? О, у меня же честь. Более, 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 более естественно для человека все-таки ввести объяснение и понять объяснение. Ну, да, объяснение будет в меру испорченности каждого. Кто, чего боится. Босс, ты, еще раз, ты пытаешься... Так это не важно, чего ты боишься. Главное, что ты боишься чего-то. Ты пытаешься понять совесть, исходя из некого культурного контекста, что такое совесть. А речь идет о другом. Мы говорим о том, что есть некое внутреннее. Может быть, совесть... Здесь как бы слово, которое тебя вводит в заблуждение. Речь идет о некотором внутреннем принципе. Да, даже не принципе. Некоторым внутренним. То, что можно назвать сердцем или что-то. Мы просто назвали это совестью. Нет этого внутреннего. Это внутреннее есть результат. Оно не само по себе. Результат, результат. Я упраждаю, что оно не это само по себе. Свобода есть у человека или нет? Свобода есть. Ну, а как тогда? Может, свобода будет результатом чего-либо? Нет, свобода не есть результат чего-либо. Свобода есть изначальная. А мы не говорим о правильности, которая опирается на эту изначальность, которая не является никаким результатом, ничего. Какая правильность? Правильности нет. Есть свобода, человек действует согласно своей свободе. Но нам иначе как-то надо говорить. Человек действует согласно своей свободе. Нам надо как-то об этом говорить. Мы говорим не о законе, мы говорим о правильности. То есть есть некое внутреннее понимание, что есть какая-то правильность, как себя в конкретных ситуациях вести. Не потому что ты заранее знаешь, как вести себя, а потому что ты участвуешь в конкретной ситуации и себя ведёшь по факту. Потому что знаешь, на самом деле, что это правильно. Исходя из конкретной ситуации, в конкретной ситуации ты это знаешь. Никогда не знаешь. Вот я тебе приводил раньше. Иногда знаешь, иногда не знаешь. Старый разговор, я тебе когда-то приводил на этот счёт пример. Если мы берём человека, выращиваем его в изолированной комнате, он никого не видит, у него не будет ни сознания, ни совести, ни свободы. Поэтому всё, что он получает, он приобретает. А приобрести он может только откуда? Из мира. Это значит, что ты всё объясняешь. Это только объясняешь, что человек, на самом деле, есть всё социальное. Но это не следует из этого, что всё, что в человеке есть, есть результат воздействия социального. Человек может иметь свободу, но тем не менее она не сможет найти реализацию. Человек от природы по свободе имеет. Как и животное, имеет от природы свободу. Но реализации его найти не может. То есть, вопрос именно, ты-то пытаешься, как сказать, что если человек не жив в обществе, то он и не свободен, что ли? Ведь это не так. Он всё равно остаётся свободен, как существо. Свобода есть... Но он не может его реализовать, эту свободу. Но это же гипотеза, то, что ты говоришь. Это же неизвестно, есть у него, это же невозможно уже никак проверить. Есть у него изначально эта совесть. Да дело не в этом. Если, как бы, ты считаешь, что у человека такого нет свободы, то это и означает, что свободы тогда у нас вообще никакой нет, если бы она приобретённая. Подожди, если человек некоторое время может жить, если ему удалить лобные доли мозга, но из этого же не следует, что у него не свободы будет, ничего жить то он сможет. Но из этого же ничего не следует, что он, в принципе, не свободы будет. Это же ребёнок, воспитанный волками, такой же феномен был, какими-то дикими зверями, он потом никогда не сможет стать человеком. Но это же тоже ничего не доказывает. Понимаешь, во-первых, ты этот разговор начал, что даже животное обладает совестью, значит, получается, что и животное обладает свободой. Например, пример Хеллингера. Он говорит, что социальные животные все обладают совестью. Это доказывает с его точки зрения, что совесть есть некий механизм приспособленности индивида к существованию в плотных социальных группах. Нет, здесь может быть причину следственного переставить. Из-за того, что у животных есть свобода, они не могли создать социальные. А не наоборот, поскольку мы социальные, поскольку мы стали свободными. Не знаю, я здесь не знаю, кто из них как что, но, по крайней мере, всегда мне кажется очевидным тот разговор, что причина, по крайней мере, при нашей речи, причина полностью никогда не определяет собой следствие. Да. Ну, опять же твои бифургации. Да, такой странный разговор. Бифургации – самый простейший пример. Это такой странный разговор, когда у тебя причина не определяет собой следствие. Безусловно… Ну, Игорь, ты самый глубокий верующий человек из всех нас. Конечно. Конечно. Ну, это просто феномен, это я просто говорю феномен. А ты сомневался, что ли? Ну, я пытаюсь работать с феноменом. Вполне возможно, что это не так, что это все иллюзия. О свободе невозможной, сладко думать у свечей, ты побыть со мной немного, верность плакала в ночи. Ну, и так далее. Да, может быть, это иллюзия, на самом деле. Вполне возможно, вполне возможно. Всевозможные редукционисты, там, Валя Кудрявцев или Ботовкина, другие менее знаменитые редукционисты, типа Зигмунда Фрейда или Хеллингера, они... В нашем хокке у меня знаменитые. Может быть, они правы как раз. А вот я со своей интуицией о свободе меня не знаю. О свободе невозможно, я не прав, может быть. Я согласен с тобой. И везде один паровоз вперед летит. Ну, ты уже сам же говорил тут, что нам так наука устроена, мы вынуждены... Да, так наука. Так думающий человек возможен, но... Ну, пока что нынешняя попытка, я не вижу ни одной удачной попытки редукционным путем свести свободу к чему-либо еще. Их нет. Более того, то, к чему их пытались сводить, уже самым ходом научного прогресса, или чего-то еще, уже многократно опровергнуты. И то, что их опровергало, тоже опровергло. Да, и удивительно. Именно вот это и удивительно. А свобода, она стала свободой, как феномен. Да. Несмотря на то, что постоянно отрицают свободу и говорят, что ее просто негде ей казаться, да? Тем не менее, каждый раз получается так, что... Что все наоборот. То есть то, что ее отрицало, всякие паровозы... Паровозов нет. Точнее, паровозы есть, но они в уголке где-то там стоят, в музее списанной техники, списанных представлений человечества, что все из-за один большой паровоз. Это вот. Все там стоит, в этом самом музее, ржавеет. То, что их опровергло, уже тоже стоит. И в другом музее тоже ржавеет. А свобода, по-прежнему, тут у нас. Ну, я думаю, не надо как бы говорить о том, что если есть свобода, то есть и не эгоистические поступки, да? Бескорыстные. Потому что они могут быть обоснованы только на свободе. То есть если свобода... То есть возможность свобода равна силе тому, что существуют возможные эгоистические поступки, бескорыстные. Если свобода нет, то, соответственно, кругом царит эгоизм. Это в лучшем случае. Да. Так и самое удивительное, что свобода есть, но при этом кругом по-прежнему царит эгоизм. Так как с этим работать, то, о чем он говорит? Даже если по факту многие поступки являются эгоистическими, сама возможность эгоистического поступка остается, если есть свобода. Да нет, это все понятно. в мире. Или они там единичные случаи? Сам факт существования мира уже говорит о том, что мы обладаем свободой. Феномен нашего существования уже объясняет наличие у нас свободы. Тут никуда, как говорится, от этого не денешься. Вопрос только в том, что позиция Игоря ни к чему не ведет. Он говорит, что вот нельзя и все. И ничего с этим делать нельзя. Живите и чувствуйте, как хотите. Но ты же этот феномен воспринимаешь, ты его можешь описывать, ты можешь с ним работать. Что значит описывать? Описывать это все равно, что цвет красный, это синий. А толку-то от этого? Ну, когда же ты работаешь в любой концепции… Ты свяжи этот красный синий в связать. А на основе твоей концепции это делать невозможно. Ты являешься просто описателем чего-то. В некоторой системе ты работаешь с некоторыми примитивами. Из этих примитивов, как из некоторых элементарных кирпичиков, складываешь общую картинку. Какую общую картинку? Ты не общую картину складываешь. Ты вот видишь картину. Ты говоришь, это красный, это синий, это зеленый. Но то, что они складываются у тебя в ромашку, вывод никакой не делается. Ты просто констатируешь как отдельные феномены. Но у тебя из них не получается картина. Ну вот короче, в общем, в качестве одного из примитивов надо взять… Это всегда вот такие. Красный, синий – это будут некие элементарные понятия. Кирпичики, с которыми ты работаешь. В качестве такого примитива есть понятие свободы, которое не редуцировано, а которое ты усваиваешь просто вот так. По прямому. Так про свободу я не говорю. Я уже двигаюсь дальше по поводу совести. Ну и совесть тоже. Просто твое понимание совести, оно просто говорит, что вот есть совесть. Нет, нечто такое, так сказать, что мы не знаем, понять не можно. Мы вам в кругу пошли просто. Живите, живите как хотите. Я не так говорю. Представь такую матрешку, матрешку. Я не так говорю. Представь большую матрешку, в которой много-много матрешек. Вот самая маленькая матрешка – совесть, потом сверху налазывается. То есть свобода, потом совесть сверху, побольше матрешку, еще там сознание, еще побольше. И вот все эти редукции, которые только возможны, это все вот эта матрешка как-то. У Игоря такой матрешки как раз и нет. Понимаешь? У Игоря такой матрешки как раз и нет. Ну, понятен принцип, да, примерно. Понятно, о чем говорит. Может быть такая позиция, как вот он скажет, она действительно – ты прав, и то, что я говорю – это просто некий познавательный тупик человечества. Ну, это в некотором случае другая форма наличия Бога. Так почему этот тупик и в науке проявляется? Ну, просто всегда речь идет, что человечество долго-долго-долго вырабатывает какие-то сложные и сложные понятия, а потом легко-легко с ними пользуется. Так. Отказывается. Ну, понятие пространства – ничего себе – простое работа. Ничего, работа или времени – тоже работает. И при том интересно, что в время мы и пространство согласились, что не умеем редуцировать к чему-то более элементарному. Ну, на самом деле не умеем. Но с ними работаем. Вот и так же и понятие свободы – ты вот тоже не можешь редуцировать чему-то более метанно. Работать ты сможешь. А некоторые, на какой сговоре, что Хеллингеру, псевдокатолическому богослову, то еще кому-то, то Фрейду, то интеллигенции. — Как раз они и работают. Они как раз работают, то свободу и создают. Я не понимаю, каким образом ты из своего понимания будешь работать с этим феноменом? — Я сам не понимаю. Я понимал и работал. — Мы сейчас не занимаемся решением проблемы. — Как мы будем создавать этику какую-то, если мы говорим, что... — Мы не пытаемся создавать. Мы же не пророки. Мы просто пытаемся понять. — Вообще говоря, все-все-все-все заделать. — Не даст штуку создать. — Да почему? Надо сначала вопрос вообще изначально понять. А что мы можем рассчитывать? Почему это возможно? Из чего исходить? — Видишь, получилось, что все уперлось в понимание того, что является свободой. — Да, но есть способ понять, двигаться дальше, исходя из его, как из некоторого и примитива, из понятия такого свободы. А есть прямо другая точка зрения. Когда быть недовольным этой концепцией и заниматься его редукцией, на самом деле, уничтожением. — Если вдуматься, все науки стремятся человека свести к какому-то автоматному существу. — Везде как бы попытка найти какие-то причины. — Да. — Наука всегда занимается редукционизмом. — Конечно. — Потому что ей человеку нравится. — Понятно. — Я и говорю, что стремятся они в смысле злого намерены. — Да. — Потому что так устроена наука. — Ну да. Но все это неплохо. Это неплохо. Просто на самом деле, я бы высказал себя жестче. В той претензии и той настойчивости, с которой определенные люди нападают на понятие совести и свободы, в нем нельзя усмотреть пустой поиск истины. А есть определенные злокостности. Им оно само по себе не нравится. — Я что хочу сказать. Вот, наверное, на путях науки здесь и нет решения. А вот как раз на пути религии может быть решений не есть. Может быть. Не знаю, есть ли оно, но по крайней мере, вполне может быть. Потому что там, понимаете, наука, она как это, не с теми инструментами подходит. Нельзя как бы создавать произведение искусства при помощи кувалды и лома. А вот у религии у нее есть более тонкие инструменты познания. Всякие там пророчества, видения. — Да. Но мне так как раз скажут, что с религией все наоборот. — Потому что религия собирает на своей стороне все темное, странное и непонятное. Но пытается всему этому дать псевдообъяснение. Например, все подряд Богом объяснить. Просто все подряд. Что не придется уже, Бог, такова воля Божия. — Ну вы не правы. Религия прошла колоссальный путь. Не все она объясняет Богом, далеко не все. Очень много она объясняет свободной волей человека в том числе. — Ну, быть может. Но оно как учение. — И всякими другими причинами. — Но религия в том смысле, что как учение. — Может быть какая-нибудь первоначальная религия, какая-то там зародыш, которая может быть даже у каких-нибудь высших приматов есть какие-нибудь религиозные верования. — А может только в каком уровне так и обстоит? — А религия — это другой разговор-то, конечно, другой. Я-то как раз думаю, что религиозное учение как учение невозможно. Возможна только практика какая-то, я-то думаю. — То есть как-то йога? — Да, типа да. Ну, в каком-нибудь русском. — Ну, как бы возможно, если учение есть? — Ну, самое главное, что тысячи учений, все религиозные, все противоречия друг другу. — И вместе с тем все говорят об одном и том же? — Ну, не знаю, не уверен. — Ну, вот мировые религии, по крайней мере, у них очень много общего. Там ислам, христианство, буддизм. — Ну, быть может. Я особо не вижу общего между буддизмом и исламом. — Не, ну, если говорить о традиции, то традиции разные. И способы поклонения Богу разные, и способы молитвы разные. И много что есть разного. — Ну, это неважно. — Ну, если говорить о практике, практика разная. — Практика разная. — Это неважно, это ладно, это не сегодняшний разговор. Ладно, все, да?